Немножко согласиться с господином Поченком. Как это ни странно. Он сказал одну очень хорошую фразу. Он сказал, нельзя пропагандировать алкоголь, нельзя рекламировать алкоголь. Чем занимаются сейчас господа? Они пропагандируют и рекламируют алкоголь. Подождите, вы хотите сказать, что Андрей Максимов рекламирует алкоголь? Вы уже сказали, что у меня бизнес от алкоголя. У вас нет бизнеса, я знаю. Вы сказали, что заметно по этим людям. Я вот тоже здесь сужден. Нет, нет, я тоже, это вы так сказали. Я вот тут сидел, я эти самые люди. Я не пропагандирую алкоголь. Цунами хорошо или плохо? Цунами плохо, но ничего не подделать. Я говорю про то, что то, что люди пьют в России, ничего не подделать. Я еще раз хочу сказать, страна, что не надо алкоголя. Конечно можно, и нужно. Но первое, надо перестать пропагандировать алкоголь. Вот если бы я был производителем алкоголя, и мне надо было бы спорить Россию, я бы что сделал? Я что, вышел бы и сказал, пейте, хрюкайте, в корыте лежите? Нет. Я бы сказал, люди, пейте культурно, пейте умеренно, хорошие вина, под хорошую закупку. Вы только начните пейте. Вопрос стоит, не было рекламы водки. Я вас еще раз говорю, я вас не перебивал, я про советскую власть мы еще поговорим. Вопрос о том, что надо делать. Вопрос ставится так. Страна, которая гибнет от алкоголя, что мы должны сказать нашей молодежи? Пейте культурно или живите трезво. Вот где идет водораздел. Вот представьте ситуацию, я сейчас другу по-другому чуть-чуть, очень интересно поверну. Представьте, начали бы все воровать в каком-то городе. Воровать. Меня бы прислали, меня бы прислали туда, в этот город. Я бы собрал все начальство, вышел и сказал, вообще говоря, воровать плохо. По многу тащить никуда не годится. Но если нельзя, чтобы не воровать, я-то вас понимаю, то воровать надо культурно, воровать надо умеренно, воровать надо так, чтобы без особых социальных последствий. Ну, у нас так и происходит. Надо так воровать. Вы уже можете с этой программой баллотироваться, вы знаете. Вы послушайте. Я вам не скажу куда. Петр, воровать надо так, чтобы нам поворовать, и детям бы остались. А вы бы меня спросили, а вы сам, товарищ лектор, часом не воруете, я бы сказал, ну что вы, я только по праздникам, только по праздникам культурно тащусь. Вот точно такая же идеология и здесь сидит. Теперь второй вопрос. Второй вопрос. Мы видим, гибнет от алкоголя христианский мир. Гибнет. А кто развивается? Развивается трезвый мусульманский мир. И у нас в России, в пьяной Ярославской области смертность 21 на тысячу, а в трезвой Чечне 3,8 на тысячу. То есть смертность в Чечне в 7 раз меньше. Что мы должны сказать детям в Ярославской области на этой передаче? Дети пейте или дети живите трезво? Если мы начнем опять мямлить, дети пейте культурно, дети, да дети и пойдут пить культурно, они возьмут, вот товарищ говорит, из бутылки. Он завтра он стакан нальет, он же понял, что надо пить культурно. Я согласен с писателями. Все пьяницы и алкоголики начинали с того, что начинали пить культурно. Ни один алкоголик ведь не родился алкоголиком. Все начинали пить культурно, потом умеренно, а потом некультурно. И второй вопрос, я договорюсь, сейчас сяду. И последний момент, я чувствую, видите как этот бес, бес так сказать алкогольный сидит. Я хочу сказать, вот показали прекрасные ролики, прекрасные ролики по Первому каналу. Вы знаете, резонанс потрясающий. Мне идут тысячи звонков со всех сторон, и Владимир говорит, это же такой прорыв, это же такая победа. И вот победа, действительно победа. Вы смотрите, настал кризис, и все алкопроизводители считали, что народ в кризис запьет. Были подготовлены новые мощности алкогольные. И вот статистика, гос. Росстат говорит, в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, продажа водки сократилась на 21%, продажа вина на 18%, продажа шампанского на 10%. Давайте похлопаем, вот это результат. Готовили. Добрый день! Сku rising!